Привет! В этом видео я расскажу тебе, как можно за 20 минут решить вариант ОГ по истории на четверку. Возьмем совершенно любой вариант с решу ОГ и выполним только те задания, которые необходимы, чтобы получить оценку 4. Это вся первая часть и для подстраховки задания 22 и 24 из второй части. Дело в том, что обычно четверка начинается как раз с 21 балла, который можно получить, решив верно всю первую часть. Но если вдруг в первой части закрадется 1-2 ошибочки, можно подстраховаться самыми легкими заданиями из второй части. Ну что ж, поехали! Буду решать прямо здесь и в итоге посмотрим, какой балл я заработаю. Первое задание, в нем мы должны сопоставить события и даты. Давай разбираться. Итак, учреждение Сената, соляной бунт и заключение Бухарестского мира с Османской империей. Ну, конечно же, мы обязательно все эти даты должны знать, потому что это прям такие базовые события для ОГ по истории. Учреждение Сената связано с Петром Первым. Из всех этих дат Петр Первый подходит только к одной. Это 1711 год. Если ты точно не знаешь дату, то можно, по крайней мере, определять по правителю. Потому что мы точно должны знать, что Сенат – это Петр Первый и знать даты правления Петра. Соляной бунт связан с Алексеем Михайловичем. Это один из бунтов так называемого бунташного века. Бунташным веком называли 17-й век. И среди этих дат у нас есть только один подходящий вариант – 1648 год. То есть цифра 2. Ну и напоследок мы должны посмотреть, что же у нас в третьем пункте. Это заключение Бухарестского мира с Османской империей. Русско-турецкие войны активно шли в 18-19 веках. Дата 1711 год занята, так что нужно выбрать из 1807 и 1812. 1807 год обычно всегда связывается с Тильзицким миром, заключенным между Александром Первым и Наполеоном. Так что нам здесь подходит только вариант 1812, который будет верным. Этот мир завершает войну 1806-12 года при Александре Первом. Таким образом, ответ 3, 2, 5. Ну что ж, продолжаем. И теперь задание номер 2. В этом задании нам нужно расположить события в верном хронологическом порядке. Итак, создание полков иноземного строя, учреждение первых министерств, поход хана Тахтамыша на Москву и присоединение новгородских земель к московскому княжеству. Здесь в идеале, конечно же, знать точные даты. Но если это не так, то ты все равно можешь с заданием справиться, благодаря логике и общему пониманию истории. Ну, например, полки иноземного строя. Это нововведение, которое появляется в 17 веке при Михаиле Федоровиче, Алексее Михайловиче, то есть предках Петра Первого. Кстати, создание полков иноземного строя доказывает, что еще до Петра Первого уже постепенно шел процесс европеизации, то есть он получил подготовленную почву своими дедом и отцом. Так что это у нас относится к 17 веку. Учреждение первых министерств. Ну, здесь просто обязательно знать, что с министерствами связан Александр I, то есть XIX век. Конкретно это будет реформа 1802-11 годов. Поход хана Тахтамыша на Москву происходит через два года после Куликовской битвы. Ну, а дату Куликовской битвы обязательно нужно знать 1380 год. Значит, это 1382. И присоединение новгородских земель к Москве 1478 год. Отсюда получается, что мы выбираем вот такой ответ. Сначала XIV век Тахтамыш, потом Новгород, XV век, затем полки иноземного строя, XVII век и первое министерство, XIX век. То есть 3-4-1-2. Вот в таком порядке расставляем эти события. Идем дальше. И теперь у нас термин. В третьем задании у нас всегда будет определение термина по описанию. Поэтому мы для ОГП Истории обязательно должны обращать внимание на термины, учить правильные названия различных событий, явлений и так далее. Здесь у нас налог, который был введен Петром I и взимался с каждого мужчины, принадлежавшего к податному сословию, независимо от возраста. То есть это название налога, введенного Петром I, который взимался со всех людей, принадлежащих к податному сословию. Но только с мужчин, потому что женщины не считались за душу. А значит, у нас идет речь о подушной подати. Я пишу ответ и пока расскажу, что в истории происходил переход от посошной к подворной и затем к подушной подати. Посошная подать взималась с нескольких крестьянских дворов. Подворная только с одного двора, ну крестьянского или городского. И подушная подать уже с каждого мужчины. Таким образом, с каждым новым налогом все больше и больше людей платили налоги, и государство получало больше денег. Обратите внимание, что мы должны записывать термин слитно. Именно так будет проверяться ваш ответ на экзамене. То есть в бланке первой части мы записываем ответ слитно. Никаких дефисов, никаких пробелов, ничего такого. Идем дальше. Задание номер 4. Здесь нам нужно выбрать из списка два подходящих пункта. Можете запомнить, что это всегда-всегда будет именно два пункта. Какие из перечисленных территорий вошли в состав Российской империи в первой четверти XIX века? Итак, мы видим здесь Финляндия, полуостров Крым, Западная Сибирь, Бессарабия и Правобережная Украина. Если вы не знаете точно, можно идти по убыванию, по самым логичным пунктам. Ну, Финляндия точно да. Обязательно нужно помнить, что Великое княжество Финляндское оказывается в составе Российской империи по итогу русско-шведской войны 1808-1809 годов по Фридрихсгамскому миру. То есть это нам подходит. Можем уже цифру 1 в ответ записать. Дальше. Полуостров Крым. Нет. Полуостров Крым был присоединен к Российской империи Екатериной II в 1783. Гораздо раньше. Западная Сибирь. Тоже нет. Западная Сибирь начала присоединяться еще при Иване Грозном, когда произошел поход на территорию Сибири казаков под предводительством Ермака Тимофеевича. То есть это конец 16-18 век, 18-й, но никак уж не 19-й. Бессарабия. Верно. Вот этот пункт нам подходит. Здесь мы можем вспомнить Бухарестский мирный договор из первого задания этого варианта. Как раз таки по Бухарестскому миру 1812 года этот регион вошел в состав Российской империи. Ну и правобережная Украина не подходит. Вот такой вот ответ. Обратите внимание, что в задании номер 4 может быть совершенно любой вопрос. То есть здесь могут быть города, территории, имена каких-нибудь сподвижников какого-то царя, например. Могут быть конкретные термины. Ну то есть все подряд. Поэтому нужно учить всю историю, все периоды, если вы хотите получить четверку на ОГЭ. Это очень важно понимать. Дело в том, что ОГЭ по истории, у него есть определенная специфика. Во всех заданиях может быть любая тема. Мы не можем заранее решить, что не будем учить 19 век и справимся на четверку. Вам может не повезти. В варианте может быть все по 19 веку. Такое бывает. Поэтому нужно быть очень внимательными и учить весь материал. Как мы можем облегчить себе жизнь, если нам не нужна пятерка? Это, например, не решать задания 18, 19, 20, 21 и 23. То есть вот пять самых сложных заданий мы можем убрать, если вы хотите только четверку. Ну, собственно, именно это мы с вами сейчас и делаем. Следующее задание номер пять. Здесь у нас выбор лишнего пункта. Нам нужно с вами прочитать перечень терминов и понять, какой здесь выпадает из данного ряда. Если все термины, за исключением одного, обозначают занятие восточных славян, то что же здесь лишнее? Переложное земледелие. Верно, переложное земледелие существовало в Древней Руси. Суть его была в том, что землевладельцы использовали поле по частям. То есть в первый год они засевали первую часть поля, вторая часть поля отдыхала. Во второй год засевы перекладывались, да, переложное земледелие. Это было сделано для того, чтобы сохранить плодородие почвы и не растратить все ресурсы. Кочевое скотоводство. Вот этот лишний момент, его-то мы с вами и выписываем. Дело в том, что славяне никогда не были кочевниками и не занимались кочевым скотоводством. Что вообще такое кочевое скотоводство? Дело в том, что существовали племена, например, печенеги, половцы, которые тоже есть в ОГП истории, которые строили свою жизнь вокруг скота на самом деле. И когда скот съедал всю траву на одном пастбище, он переходил дальше. И племена переходили за ним. То есть это были кочевники. Весь образ их жизни был построен на том, что они путешествовали туда, куда шли коровки. Потому что им нужно было есть, и это был их главный способ выживания. А на Руси такого не было. Охота, бортничество, рыболовство – все это было. Обратите внимание на термин «бортничество». Он на ОГО тоже часто спрашивается. Например, может быть, в третьем задании, которое мы уже чуть раньше решали. Это сбор меда диких пчел. Слово возникает от слова «борть», то есть дупло в дереве, где пчелы начинали строить свои ульи, начинали строить соты. И, собственно, люди находили такие борти в лесу и забирали оттуда мед в сотах. Чем, наверное, вызывали недовольство пчел. Поэтому потихонечку все это стало превращаться в пасечное пчеловодство. Но далеко не сразу. Идем дальше. Задание номер 6. Это задание является одним из самых комфортных, самых легких и самых приятных на ОГО. Вот шестое и седьмое задания – это прям что-то чудесное. Обязательно на них обращайте внимание. Радуйтесь, пользуйтесь, потому что здесь не нужно знать историю. В шестом задании нам нужно с вами только уметь понимать, что такое тезис и что такое факт. Тезис – это оценочное осуждение, чье-то мнение. Факт – это что-то конкретное. Давайте посмотрим на примере. При Иване IV Россия вела активную внешнюю политику в восточном направлении. Здесь нет ничего конкретного. Это чье-то мнение. Кто-то считает, что Иван IV вел активную политику. Чтобы это доказать, нам нужно сказать, что действительно были какие-то события в восточном направлении. Поэтому мы с вами в первый тезис записываем пункт 1. Читаем дальше. Политика опричнина, проводимая Иваном IV, была губительна для страны. Мы снова видим, что здесь нет ничего конкретного. Что значит губительна для страны? В чем это выражалось? Мы не понимаем. Поэтому это снова тезис. Записываем его вот сюда. Второй тезис. Многие центральные уезды России были разорены. Ну, к внешней политике это никакого отношения не имеет. А вот к политике опричнины как раз-таки да. Потому что именно опричники разоряли центральные уезды России. Значит, это факт, который подтверждает второй тезис. Ставим сюда цифру 3. Ну и, наконец, русские войска взяли Казань. Казанское ханство находилось на востоке. Восточное направление. А значит, нам подходит. То есть, мы сюда вписываем факт 4. А когда вы оформляете ответ на экзамене, конечно, такой таблички у вас не будет. Вам нужно будет написать просто последовательность 4 цифр в бланк ответа. Поэтому будьте внимательны и проверяйте, что вы записали цифры в правильном порядке. Тезис-факт, тезис-факт. Если вы поменяете факты и тезисы местами, ответ рассыпется. Он не будет верным. Компьютер не поймет, где у вас тезис, а где факт. Будьте, пожалуйста, внимательны. Пишите именно так. 1, 4, 2, 3. Слитно, да, в одну строчку. Задание номер 7 связано тоже с внимательным изучением самого задания. Здесь какую-то дополнительную историю нам знать не нужно. Только то, что внутри задания. Нам дана таблица, которая называется «Число наемных рабочих в отраслях российской экономики». И дальше необходимо ответить на вот такой вот вопрос. Точнее, сопоставить начало и конец суждения. Посмотрите, у нас есть с вами первый столбец «Начало суждения». Здесь мы видим три предложения. А, Б и В. Все они незавершенные. Нужно выбрать варианты завершения из второго столбца. Как это делать? На основе таблицы. В первую очередь важно изучить таблицу, чтобы понять, о чем тут идет речь. Мы видим два года. Количество работников в трех сферах. И мы понимаем, что здесь можно увидеть отличия в количестве работников. Где работников становилось больше, где меньше, где все оставалось таким же и так далее. Теперь мы пробуем сопоставить предложения. Большинство наемных рабочих в начале 20 века трудилось в... Ну, какие здесь подходят ответы? Либо в строительстве, либо в мелкой промышленности, либо в сельском хозяйстве. Потому что фразы 2 и 4 по смыслу здесь просто никак не подойдут. Чтобы ответить, мы смотрим на табличку и ищем, где было больше всего работников. Мы смотрим на 1900 год. Больше всего работников в сельском хозяйстве. 4,5 миллиона человек. Смотрим на 1913 год. Здесь тоже больше всего работников. Если складывать, тоже получится, что в сельском хозяйстве больше всего работников. Поэтому нам с вами в пункт А большинство наемных рабочих трудилось в... Подходит ответ 5. В сельском хозяйстве. Мы записываем в ответ первую цифру. Дальше. Число наемных рабочих в строительстве и мелкой промышленности. Что с ним происходило? Оно либо выросло в два раза, либо росло одинаковыми темпами. Смотрим на эти цифры. Число рабочих в строительстве выросло в полтора раза. То есть, если один умножим на полтора, получим полтора. Число рабочих в мелкой промышленности тоже увеличилось в полтора раза. Два умножить на полтора – три. Вот и получается, что в два раза ничего не выросло, но росло одинаковыми темпами. Значит, нам подходит цифра 4. Идем дальше. И третье предложение. Примерно четвертую часть от численности сельскохозяйственных работников в 1913 году составляло число занятых в какой сфере? Вот это предложение может быть немножечко таким хитрым. Нужно внимательнее его прочитать. Примерно четвертую часть от численности сельскохозяйственных работников в 1913 году. То есть мы в первую очередь смотрим, сколько было работников сельского хозяйства в 1913 году. 6,5 миллионов. Дальше мы смотрим. Примерно четвертую часть от этого числа составляло число занятых в строительстве либо в мелкой промышленности. То есть мы должны 6,5 разделить на 4. Получится примерно 1,6, 1,7. И таким образом мы видим, что это совпадает с числом рабочих в строительстве. То есть нам подходит цифра 1 в ответе. Будьте внимательны. Здесь на самом деле можно запутаться в переписывании вот этих вот цифр. То есть бывает такое, что вы можете немножечко запутаться, где какая цифра. Поэтому, пожалуйста, прежде чем писать в ответ, проверьте все еще разочек. То есть вот, например, если мы с вами берем цифру 5, обязательно проверьте, что сельское хозяйство сюда подходит. И так далее. Дальше у нас работа с картой. Здесь мы с вами разворачиваем карту и смотрим, что это такое. Ну, это восстание Степана Разина. Сразу говорю. Дело в том, что здесь мы с вами видим вот такое вот изображение головы вокруг территории, охваченной восстанием. Мы в истории называем этого персонажа Элвис Пресли, потому что немножко похож. В задании 8 нам обычно нужно указать что-то краткое. Век, когда в России произошло это восстание. Ну, это будет 17 век. 1670-71 годы. Обратите внимание, мы здесь пишем ответ всегда словом. 17. Дальше мы должны указать название реки, обозначенной на карте цифрой 4. Ну, карта там та же самая, поэтому просто вернусь повыше. Река, обозначенная цифрой 4. Реки на картах обычно обозначаются два раза цифрами или даже три, чтобы показать, что это долгий, протяженный объект. Но здесь мы видим реку, которая протекает через Самару, Саратов и резко так поворачивает к Каспийскому морю. Река, которая впадает в Каспийское море, это Волга. И она как раз-таки была таким вот центральным объектом в ходе этих событий. И, наконец, мы должны прочитать отрывок о сочинении историка и указать цифру, которая обозначает на схеме пропущенный город. Вскоре будущий предводитель восстания возглавил поход казацкой бедноты за Зипунами на Волгу, реку Яек и Каспийское море. Ну, как раз-таки будущий предводитель восстания Степан Разин начинал с того, что он занимался походами за Зипунами, то есть грабительскими походами на Каспийское море. Летом его суда подошли к этому городу. О свержении царя он не говорил, но объявил войну воеводам, диакам, представителям церкви. Крепость была одной из лучших в Европе. Иностранные мастера говорили, что она устоит против любой армии. Ну, дальше там уже такая достаточно лишняя информация. Главное, что мы с вами должны понять, это то, что ходил Степан Разин в походы по Волге и Каспийскому морю. Поэтому, когда мы смотрим на карту, мы понимаем, что это ни в коем случае не может быть город под цифрой 2, потому что здесь вообще нет Каспийского моря. Да, это Азовское море, это будет крепость Азов. Это не может быть город под цифрой 3, потому что он вообще далеко от моря. Получается, это только город под цифрой 1, то есть Астрахань. Нам с вами нужно написать в ответ цифру. Пишем цифру 1. Будьте внимательны. Здесь легко ошибиться и написать случайно название, поэтому очень внимательно читайте сам вопрос. Нужно написать цифру, то есть 1. Идем дальше. 11-12 задания тоже являются достаточно легкими, поэтому если будете многое переживать, то начинайте тоже с них. Какое событие произошло в то же десятилетие, что и событие, в память о котором выпущена данная монета? Но на монете мы сразу видим год 1612, народное ополчение. Поэтому нам нужно просто вспомнить даты четырех событий. Здесь подойдет ответ 1, избрание царем Михаила Романова, потому что это 1613 год. Начало Смоленской войны 1632, Лжедмитрий идет на Москву в 1604 и Медный бунт 1662. Дальше у нас здесь с вами схема, в которой есть один пропуск. 12-е задание всегда так построено. Программные документы декабристов. У нас с вами есть две организации, Северное и Южное общество. Есть два человека, которые стоят во главе организации. Есть программные документы. Здесь пропущена фамилия руководителя Южного общества и автора Русской правды. Для экзамена обязательно нужно знать этих людей. Это был Павел Пестель. Пестель, пишем только фамилию, так как здесь написана только фамилия Муравьев. Ну и дальше мы с вами переходим к заданиям по культуре и всемирной истории. Культура всегда выглядит вот таким образом. Вам дают пять памятников и два вопроса к ним. Давайте посмотрим. Что из этого было создано в 17 веке? Для ОГЭ вы обязательно должны знать век создания памятника. Синопсис или краткое описание о начале русского народа. Верно, это будет как раз таки 17 век. Однако сразу скажу, что я никогда не видела этого памятника на ФИПИ. Так что мне кажется, на ОГЭ его не должно быть с очень маленькой вероятностью. Но вот здесь он иногда встречается. Однако на Рюшо ОГЭ иногда бывают задания слишком сложные, которых на ОГЭ вряд ли такие могут быть. История о великом князе Московском. Это 16 век. Это пишет князь Курбский про Ивана Грозного. Поэмам Цири Лермонтов, 19 век. Дальше две иллюстрации. Мы видим здесь Парсуну Скопина-Шуйского. Парсуна это переходный жанр между иконой к портрету. И она как раз таки была развита в 17 веке. И на пятом фото у нас Церковь Вознесения в Коломенском, построенная по приказу Василия Третьего, по легенде, в честь рождения Ивана Грозного в 16 веке. Значит, здесь нам подходят цифры 1 и 4. Запишем их. И 14 задание это тот же самый список памятников, но другой вопрос. Про автора. Создателем какого из памятников является Гизель. Здесь нужно знать, что это первый памятник, тот самый Синопсис. Ну, в целом, вот и все. Культуру нужно учить. По-другому тут, к сожалению, никак. Переходим теперь к заданиям по всемирной истории. Чуть-чуть задержимся, но очень хотелось вам все подробно рассказывать и объяснять. Всемирная история выглядит вот таким образом. Здесь всегда идет 4 события и 3 вопроса к ним. События одинаковые. Возвышение Македонии, гусицкое движение в Чехии, абсолютные монархии и война с независимостью в Латинской Америке. В 15 задании всегда вопрос о личности. Участником какого из событий был Александр Третий Великий. Александр Третий это Александр Македонский. Поэтому, конечно, здесь возвышение Македонии. Личности всемирной истории обязательно нужно знать. 16 задание про события. В ходе какого из перечисленных событий или процессов происходил Константский собор. Собор это собрание священнослужителей. Это связано с религией. К религии у нас здесь относится только один пункт. Гусицкое движение в Чехии. Дело в том, что гусицкое движение было одним из первых движений реформации. Движений протестантизма против католической церкви. И как раз таки на Константском соборе приговорили к казни Яна Гуса, предводителей этого движения. Ну и, наконец, 17 задание. Это вот такой вот текст. Вы должны его прочитать и понять, о чем здесь идет речь. В тексте мы видим имя Итурбиде. Армия Итурбиде почти не встречала сопротивления. Агустины Турбиде это очень важный участник процесса борьбы за независимость в Латинской Америке. Также мы можем обратить внимание на названия, которые тоже говорят нам о том, что это регион Латинской Америки. Ну и вот последняя фраза. Представители Испанской Короны и Итурбиде подписали Кордовский договор, в котором признавалась независимость бывшей колонии. Латинская Америка изначально зависела как раз таки от Испании во многом. Так что это точно говорит нам о четвертом пункте. Вот такой вот здесь ответ. Ну что ж, на этом мы первую часть закончили. Из второй части, как я уже говорила, для четверки стоит решить два самых легких задания, ну, чтобы подстраховаться. Поэтому текст пропускаем, причину пропускаем. Здесь нужно очень хорошо расписывать. И смотрим 22-е задание. Написать его, к сожалению, не смогу, потому что автоматически они не проверяются, но расскажу, что здесь не так. В 22-м задании вам дается текст с двумя фактическими ошибками. И мы с вами должны их исправить. Исправляем ошибки в формате вот такой таблицы. Пишем слева положение с ошибкой и справа исправленное положение текста. Итак, Анна Иоанновна была приглашена на российский трон членами избранной рады, которые предложили ей подписать кондиции. Ну, сразу видим здесь ошибку. Конечно же, это была не избранная рада, а Верховный Тайный Совет. Потому что избранная рада существовала в 16-м веке при Иване Грозном. Читаем дальше. Приехав в Россию, получив поддержку дворян, Анна Иоанновна разорвала кондиции и стала править самовластно. Она проводила политику в интересах дворян, ограничила сроках службы, разрешила записывать детей в полки с младенчества, учредила шлихетский корпус. Пока все верно, все это действительно было. Во внешней политике Анны Иоанновны можно выделить семилетнюю войну, в результате которой Россия получила в свой состав АЗОВ. А вот здесь как раз ошибка. Дело в том, что при Анне Иоанновне была не семилетняя война, а русско-турецкая, которая как раз привела к присоединению АЗОВ. А вот семилетняя война, это уже Елизавета Петровна. Так что эту ошибку мы тоже исправляем. Вот и все. Самое интересное, что это несложное задание, которое можно решить с достаточно базовыми знаниями истории. Дает целых три балла, то есть оно очень дорогое. Оно может вас очень выручить, если вы где-то ошибетесь в первой части. И такое же дорогое и приятное задание, это 24. Здесь у нас описывается ситуация, и нужно ответить на три вопроса. Собственно, за каждый вопрос по одному баллу. Недовольные бояре во главе с Кучковичами задумали заговор против князя. То есть у нас заговор Кучковичей против князя. Примечательно, что князь был женат на дочери боярина Степана Кучки, а убийство планировали ее братья. Группа заговорщиков включала около 20 человек. Согласно ипотевской летописи, преступление было совершено в родовом замке князя. Заговорщики попытались войти в спальню князя, однако она была заперта. Князь был безоружен. Над его постелью обычно висел меч, но его предварительно забрал подкупленный слуга. Ну, понятно, да, у нас описывается нападение бояр Кучковичей на князя. Нужно знать, что именно так погиб князь Андрей Боголюбский. То есть имя и прозвище Андрей Боголюбский. Век, когда произошли события, это у нас как раз таки 12 век, 1174 год. И причина заговора – политика Андрея Боголюбского по отношению к боярам. Он очень активно боролся с боярской оппозицией своей власти, ограничивал возможности бояр. И конкретно у Кучковичей его отец Юрий Долгорукий забрал владение Москву. Ну что ж, давайте теперь проверим ответы, посмотрим, насколько все получилось верно. Мы с вами можем подвести итоги работы, но в первую очередь проверим вторую часть. Так как мы решали задание 22.24, смотрим именно сюда. Вот задание 22. Что нужно было исправить? Анна Иоанновна была приглашена на российский трон членами Верховного Тайного Совета. И не семилетняя, а русско-турецкая. Все верно, ставим максимальный балл. Ура! И 24 задание. Имя князя Андрея Боголюбского, 12 век. И князь проводил жесткую политику по отношению к боярству, лишил их привилегий, потеряли земли. Ну, все тоже правильно. Если что, здесь проверяет эксперт, и он может учитывать разные формулировки, так что ваш ответ не обязательно должен быть ровно как в ключах. Теперь подведем итоги, посмотрим на мой финальный балл. Пожалуйста, оценка 4. Вот она. Итак, смотрите. Вся первая часть с 1 по 17 задание выполнена верно. 21 балл. И за вторую часть было получено 6 баллов в самые 2 дорогих задания. То есть всего мы заработали с вами 27 баллов. Это твердая четверка. Вот так вот это работает, поэтому на своем примере я хотела вам показать, что на самом деле всегда-всегда реально сдать ОГЭ на четверку, даже если у вас осталось не так много времени. Это возможно. Я уверена, что у вас обязательно получится еще все-все-все выучить. А если вам нужна помощь с изучением основных событий истории, обязательно заходите ко мне в телеграм-канал Львиные истории. Туда можно попасть по QR-коду на экране или по ссылке в шапке этого профиля и в описании видео. Вы можете забрать оттуда очень много полезных файлов из закрепленного сообщения. Смотрите, показываю его прямо сейчас. Там в начале вас ждет квизлет с датами по истории России. Если будете заходить туда раз в день и практиковаться минут по 10, уже будет очень много пользы. Также вы найдете там видео о том, как начать готовиться к ОГЭ, файл с разбивкой тем кодификатора по сложности и многое другое. Ну и вообще стараюсь каждый день писать различные полезные посты в телеграм, так что обязательно присоединяйтесь. Там можно всегда задавать вопросы и находить помощь. А еще записаться на подготовку к ОГЭ со мной, если вам захочется. Спасибо, что посмотрели это видео. Удачи вам в решении вариантов. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.